МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Михаил Васильевич, расскажите, пожалуйста, о истории создания проекта Конституции Новороссии и о его основной идее. История очень короткая. Она состоит в том, что товарищи из Новороссии, озабоченные тем, что надо ведь подумать, что дальше делать. Сейчас идет борьба с фашизмом в Новороссии, с американским фашизмом. Кто противостоит американскому фашизму на Украине? Ополченцы, которые действуют в Новороссии, и добровольцы, которые приезжают из России. Эта задача, можно сказать, в рамках буржуазной эпохи. Задача одна, что надо отбить наступление фашизма на Украине, желательно его вообще опрокинуть. Но все равно все это вопрос, а дальше-то что? Есть там большое уважение советской символики к тому, что напоминает нам о великих годах, прожитых в период социализма. Напоминает о том, что сейчас все хуже в России, чем было раньше. Поэтому люди, которые взяли оружие в руки, задумываются о том, а как вообще устроить жизнь. В связи с этим от них стали поступать вопросы, в том числе фонд рабочей академии. Поступил такой вопрос к Ивану Михайловичу. А что вы можете предложить? Замечания какие-то к тем проектам, которые мы готовим. И вот мы посоветовались и решили, что если мы просто предложим некоторые замечания к тем проектам, которые предлагаются, а проекты предлагались, в общем, я бы сказал, хуже, чем проект Конституции, который у нас есть в России. То есть, в общем, вполне буржуазные проекты, где провозглашаются разные всякие свободы. Но про них еще в Чернышевске говорил, что каждый может есть на золотом блюде, если оно у него есть. Вот смысл тех Конституций. И в этом смысле никуда из этого ряда Россия не выбивается. Это атипичная буржуазная Конституция. Тем более, никто за нее и не голосовал. Ее просто, так сказать, опросом такого рода, что, я сказать, признаете ли вы Конституцию Российской Федерации, вот этим вопросом, и как бы ее приняли. Хотя ни один проект не выставлялся на голосование. Поэтому, на самом деле, ее принятие не демократично, но и не критично, потому что все Конституции низвергают какое-то прежнее право, устанавливают новое право, и всегда сторонники старого права объявляют их незаконными, сторонники нового права объявляют еще старое право незаконным. Поэтому вообще такие крупные вопросы решаются силой, а не следованием там какой-то букве закона или Конституции. Так что не будем это драматизировать. Когда в 1993 году был большой шоу в связи с принятием новой Конституции, то было много проектов. Был проект комиссии под редакцией, не под редакцией, под председательством Ельцина, комиссии Верховного Совета, секретарь комиссии Румянцев. Он в проект пошел как проект Румянцев. Был проект Ельцина, который, говорят, прорабатывал Шафраева, он считается сейчас Конституцией. Был проект Собчика, был проект ЛДПР, который раздавал Голеновский. Был проект Слободкина, который разрабатывались по предложению, и главная идея была сформулирована Советом Рабочих Ленинграда. Это проект Советской Конституции, за него РКРП собирало подписи, собрало около миллиона подписей. И, так сказать, поскольку ни один проект на голосование не ставился, то, так сказать, так это осталось в таком положении до сегодняшнего дня. Хотя, это был принципиальный новизный проект, где говорилось о том, что выборы в Советы должны быть и в органы власти через трудовые коллективы, а не по избирательным округам. Тогда только возможен отзыв депутатов, потому что без отзыва депутатов вся эта демократия пустая и лживая, потому что вы его отправляете, он вам обещает, потом он ничего не выполняет, снять его нельзя. И поэтому видим и коррупция, и другие преступления. И эти органы власти для многих являются просто местом для того, чтобы скрываться, для преступников, у которых деньги есть, чтобы пройти туда. А, так сказать, там они получают неприкосновенность. И, тем не менее, при некоторых отдельных случаях, когда все-таки их сажают, все равно там сидит очень много людей, которым место не в Совете Федерации и не в Думе, а совсем в других местах, отдаленных. Вот. Поэтому, когда к нам обратились вот с мыслями о том, что надо бы проект создать в Конституции Новороссии, мы решили предложить проект, основываясь не на том, что мы сейчас сядем и напишем, а что мы вот ту работу, которая была проделана и за которую выступило очень большое число людей, трудящиеся в России, который, можно сказать, советский проект и который предлагает по существу структуру советской власти. Хотя советская власть, как известно, была установлена не при социализме. Советская власть, так сказать, установлена была еще до того, как социализм построили. А советы возникли вообще при царизме. Советы сначала возникли в 2005 году, а потом они появились в 2017 году. И советы были и сарамишевистские, так что мы вполне можем предложить нашим буржуазным коллегам, с которыми мы спорим, вот вы рассмотрите, сделайте, как у временного правительства, было временное правительство, были советы, было очень демократично. А уж там дальше вы боритесь, кто лучше будет выражать интересы народа и решать какие-то проблемы, которые есть у страны. Ну вот, это идея, так сказать, проекта. Значит, понятно, что надо учесть специфику Новороссии, и над этим мы вот с Иваном Михайловичем поработали, то есть, чтобы освободить ее от всего, так сказать, лишнего, во-первых, и чтобы она была простой, чтобы можно было пользоваться этим проектом для того, чтобы советы создавать, а не для того, чтобы городить большой оборот и все это усложнять. Поэтому структура максимально простая. Во-первых, значит, есть областные два совета, сейчас, Донецкий и Луганский, вот это надо их сделать, а они получаются. Делегирование от предприятий. допустим, три фабрично-дородских комитета, или три предприятия, которые направили депутата, вот получается Луганский совет. То же самое в Донецкой области и все. А дальше собирается съезд советов в Луганской и Донецкой области и избирает Центральный исполнительный комитет. Центральный исполнительный комитет назначает правительство. И все, и структура закончена. А что касается предприятий, там могут быть фабрично-заводские комитеты, могут они называться по-другому, в том числе и советы. Но советы начинаются, конечно, или с городского, или с областного уровня. Там это органы самоуправления и трудящихся. А органы власти всегда существуют по территории, потому что они должны подчинить себе не только трудящихся и не только тот класс, который создает эту власть, а все классы. Потому что это государство, и это и есть орудие, так сказать, подчинение всех классов в воле господствующего класса. Тут в этом смысле никаких исключений быть не может.